Друзья, всем большой привет! На своём канале я уже делал пост о том, почему русские солдаты носили шашку за спиной, но с тех пор два раза мне вновь прилетал этот вопрос, поэтому давайте познакомимся с данной темой подробнее. Мы можем найти ответ в журнале «Разведчик» от 1904 года, в котором говорится, что во время польского восстания 1863 года нижние чины пешей артиллерии столкнулись с проблемой. Дело в том, что они были вооружены тесаками, которые мало подходили для ближнего боя с врагом, поэтому позже тесаки заменили артиллерийской шашкой, укороченной версией драгунской шашки. Однако и у шашки были свои недостатки. Если не поддерживать её левой рукой, то при движении в пешем строю она путалась между ног, иногда попадала в колёсные спицы и стесняла свободу движения артиллеристов при работе с орудиями. Летом 1904 года, во время манёвров 2-й горной батареи западно-сибирского дивизиона, был предложен следующий вариант решения проблемы. А именно поднять шашку за спину, подобно тому, как носили ружьё на ремне через плечо. Подполковник Нагибин выработал порядок выполнения команды «шашки за спину». Она выполнялась следующим образом. По команде каждый номер иконовод растёгивает пряжку портупея и, взявшись спереди правой рукой за длинный плечевой ремень, вытягивает портупею настолько вперёд и вверх, чтобы соединительный ремень вышел из-под погона вперёд. Одновременно с перетягиванием портупеи следует левой рукой, заложенной за спину, помогать движению шашки вверх по спине, к правому плечу. Причём шашка должна быть повёрнута дужкой эфеса вправо. Далее, поддерживая шашку в таком положении, следует при помощи левой руки обвернуть плечевой ремень вокруг шашки. Оставшийся свободный конец пропустить с помощью левой руки под левую мышку и застегнуть на пряжку короткого плечевого ремня. Надетая таким образом шашка должна лежать вдоль спины, плашмя, почти отвесно. Эфес должен находиться несколько выше плеча и быть обращён дужкой вправо. Если через плечо надета скатанная шинель, то шашка должна находиться под ней. Вынимание клинка шашки из ножен при носке за спиной выполняется правой рукой. Для обратного вкладывания в ножны их необходимо опустить вниз на левый бок или обратиться за помощью товарища. По словам автора идеи, разрешение носить шашку за спиной полезно в горных батареях, где существует острая необходимость быстро реагировать на нештатные ситуации, особенно на узких горных дорогах, где одно неверное движение может привести к трагедии. Конечно, во время маршей можно просто снять шашки и положить их во вьюки, но в таком случае вьючные лошади получают дополнительную нагрузку. Плюс неизвестно, успеют ли расчёты вооружиться в случае внезапного нападения, хотя помимо шашки нижние чины артиллерии снабжались револьверами. Полезен подобный способ ношения оружия и во время боя, ведь шашка не мешает ходьбе, подносу снарядов, вскакиванию на передок и зарядный ящик. В одной из батарей провели опыт, по итогам которого выяснилось, что надетая на спине шашка не мешала забираться на передок и сиденье лафета на ходу, равно как и не мешала слезать. Однако в конце статьи даётся уточнение, что при выходе в пеший строй, караульной службе и во время одиночного выхода из казармы нижние чины пешей артиллерии должны носить шашки привычным способом. Продолжение следует... Продолжение следует...